Всем привет! С вами снова Dreamer, меня зовут Евгений. Немножко расскажу о своем канале. Канал Dreamer был создан, чтобы показать путь достижения моей цели, а моя цель стать успешным предпринимателем. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь. Если кто не поставил лайк, ставьте лайк моему видео. Будем двигаться дальше. Погнали! Следующая цель, которая стояла передо мной, мне нужно было открыть по организации. Я долго думал, какое название придумать в своей организации. Придумывал пару недель, потому как нужно было немножко над этим подумать, переспать, так сказать, несколько дней с этими мыслями, чтобы оценить название трезвым умом. Я представлял, как я буду вести переговоры и говорить название своей компании. После того, как я придумал название, мне нужно было подумать об акведах. То есть, мне нужно было выбрать, какие акведы будут указаны у меня в организации. Я выбрал 29 акведов. Я подумал, чем я могу заниматься в перспективе. Внес туда и оптовую торговлю, и перевозки, и различное производство, и строительство. Чтобы организация была, если можно так сказать, универсальной. Следующий этап был место для предоставления юридического адреса. Так как регистрировать по месту прописки, ну как-то несерьезно, да, у тебя ООО с НДСом и зарегистрировано где-то на квартире. Вот, поэтому по моему старому опыту работы в администрации, я вспомнил, что администрация города, если у нее есть муниципальное имущество в виде нежилых помещений, то это имущество можно взять в аренду на конкурсной основе. Вот, либо есть такое понятие, как бизнес-макубатор, так называемый, да, который тоже в некоторых администрациях городов присутствует, ими тоже можно воспользоваться для начала своего бизнеса в качестве юридического лица, есть возможность предоставления адреса. Вот, я начал двигаться в этом направлении. В конечном итоге я не просто зарегистрировал ОООшку, а с некоторыми трудностями, в том плане, что с первого раза мне это сделать не получилось. У меня получилось что-то сделать со второго, то есть я заплатил два раза госпошлину на последние деньги, для меня это было не очень приятно в тот момент, но что поделать. Ошибка была в том, что я неверно указал последние цифры АКВЭТа, то есть добавил нолики или наоборот не добавил, я уже не помню. Вот, и налоговой мне отказали в регистрации, то есть сочли это за ошибку. После того, как я уже был предпринимателем на бумагах, я себя похвалил за эти действия, что все-таки эти действия направлены на достижение цели, то есть я себя загонял в рамки, брал на себя такую ответственность, как ОООшка с НДС, то есть на ОСНО, на основном режиме налогообложения, это уже ответственность, это уже отчетность. Поэтому назад дороги уже нет. Но это только к лучшему, только вперед. В мае меня начали терроризировать на работе, чтобы я уволился, но идти мне было некуда, у меня двое маленьких детей, жена в отпуске по уходу за ребенком и съемная квартира. И в этот месяц я наткнулся на Диму Ковпака в интернете, он себя позиционировал как эксперт в области бизнеса с Китая. Посмотрев его бесплатные вебинары, я решил пойти ему учиться. Денег у меня на это не было, я взял деньги в кредит. Кто-то просто бы не пошел учиться на уму, потому что нет денег, а я пошел, хватит в кредит. Обучение проходило два месяца, я узнал много нового, потому как изначально вообще почти ничего не знал. За время обучения я научился создавать сайты на конструкторах, настраивать RSI, Google как новичок самостоятельно, тестировать товары, анализировать и так далее. Изначально я создал сайт по гаджетам, запустил проект, купил несколько фитнес-браслетов в Москве подешевле, пару беспроводных зарядок и пару беспроводных наушников. Хотел их перепродавать, такой спекулянт, короче. Вот, сделал интернет-магазин, добавил до кучи еще некоторые товары, которых у меня по факту и не было, но через какое-то время, анализируя рынок, я понял, что в Москве на самом деле очень демпингуют цены, да и логистика с моего небольшого городка была совсем не выгодна. И мне пришлось резко менять направление, если забегать наперед, то браслеты я потом подарил друзьям в конечном итоге, там, брату. Вот, я искал, что выбрать такое недорогое, да, чтобы потренироваться, то есть, чтобы купить образцы в Китае, провести в Россию. Выбор пал на спортивные бутылки, такой ЗОЖ там всем, ну, такие спортивные, да. Вот, поэтому выбрал, как бы такое недорогое, да, чтобы привезти, и этих бутылок не было в России. То есть, я выбрал такой объем 0,7 литра с металлической крышкой, выглядели они круто, у меня они, кстати, до сих пор валяются дома. На рынке был только объем 0,5 литра и 2,2 литра, ну, очень большие 2,2 литра. Вот, за 4 ночи я сделал сайт, потом еще дорабатывал его, конечно, как этот перфекционист, но запустил через 4 дня. Решил продавать в розницу, хотя с Китая мне приехали всего 5 штук, это по одной штуке каждого цвета. Запустил я свою первую рекламу, но все это я делал ради практики. В итоге я решил, что надо переходить все-таки на опт, а не в розницу продавать. Переделал свой сайт под опт, начал обзывание в фитнес-центр с предложением для них. Суть была такая, предложение моего. Подарить клиенту бутылку, который купил годовой абонемент. Подарить эту бутылку с логотипом этого фитнес-центра. Это, во-первых, и канал рекламы определенный, да, во-вторых, чтобы клиенту было приятно, потому что никто так не делает из фитнес-центра, все, как правило, просто делают скидку на годовой абонемент. А здесь подарок. Подарки, люди любят подарки. Вот, поэтому затем, какие мои шаги были, я искал в Яндексе фитнес-центре в Москве и формировал некую базу. Потом эту базу уже обзванивал. Было очень сложно морально, конечно, потому что я никогда так не делал, я не умел продавать и так далее. Я учился вот на своей практике этой. Морально было очень сложно, реально. То есть, хоть вроде бы все и просто, да, возьми-то, позвони, а вот попробуйте, кто этого не делал, вы поймете, что он не так все просто, как кажется. И в конечном итоге я вышел на нескольких управляющих, переговорил с ними и отправил им коммерческое предложение. В августе я с семьей поехал на машине на море в Крым, тоже в кредит, но мне нужно было свозить и жену, и детей, чтобы они отдохнули. А когда я туда приехал, мне на почту, точнее, по пути туда, ну, уже в середине пути, мне на почту пришел запрос на бутылки на оп. Я переговорил и решили отложить до моего приезда. Отдохнули им очень круто, и впереди меня ждала вообще неизвестность, работы, проблемы, денег нет, кредит, дикое желание иметь свою, изменить свою жизнь к лучшему. На этом мы пока остановимся, друзья, потому что дальше у меня еще есть несколько моих дальнейших историй, и мы придем уже к настоящему моменту. Я буду записывать видео раз в неделю. Я думаю, будет интересно. Извините, что я пока не могу их обрабатывать качественно, у меня пока нет аппаратуры, я снимаю мобильный телефон. Наушники я делал беспроводные, может быть, получше будет слышно. Кстати, вот эти тоже наушники я заказывал на перепродажу, так они со мной и остались. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и следите за тем, как я буду двигаться дальше к своей мечте. Всем пока!